Все как бы системы, они действительно действуют как управление людьми. И современная церковь, в принципе, она тоже, конечно же, действует как проекция государственного управления. Ну, например, по церковным канонам развод запрещен, но церковь сейчас разводит людей, представляете, она принимает, например, государственный брак за норму. Что это как неуправление государством? Конечно же, это управление государством, как внедрение государственных рук в церковь. Но от этого сама церковь, как институт, да, как институт, объединяющий людей, не является, вот нельзя сказать, что это все, как бы вытянуть ее и все, как бы, нет. Просто в церковь влезли чужие руки, понимаете? И эти чужие руки в нашей родной святой церкви заправляют сейчас. Проблема вот в этом заключается. И это очень опасно, потому что через церковь происходит действие на весь народ. Вот. У нас почему женщины-то все разводятся? Да потому что патриарх молчит. Молчит о том, что в открытую говорит, что разводы разрешены, в открытую говорит, что аборты разрешены по медицинским показаниям. И церковь воспринимает речь патриарха как истину в последней инстанции. А в чем системная ошибка? Да патриарх не является носителем вероучения в церковь нашей. Он один из епископов. Он не может выступать от лица всей церкви, как это происходит у католиков, например. В нашей церкви, в православной, все такие решения выносятся соборно. То есть когда много епископов, все епископы одной поместной церкви принимают решение, встречаться им с Папой Римским или не встречаться. Значит, разрешать аборты или не разрешать и так далее. Они не могут разрешить аборты, поскольку ранее были соборы, которые это запретили. Они не могут разрешить разводы, потому что ранее были соборы, которые это запретили. То есть ссылаться на новые какие-то правила, что, дескать, у нас народ стал другой, мы делаем это, как они говорят, из экономии, в угоду тому, чтобы угодить бедным людям. Все это чушь. Человечество всегда было в грехе. И следовать людям, грешникам, это дорога тупиковая. Поэтому проблема в нашей церкви в том, что в ее лона, в ее недра в нашей церкви запустило государство в свои руки. Действительно, оно управляет отчасти некоторыми процессами. Не всеми, но некоторыми. И очень много системных ошибок есть, которые не должны быть. Например, епископат. Епископат в 75 лет обязан подать заявление об уходе на пенсию. Это совершенно ненормально. Епископы должны быть в церкви до самой своей смерти. Не имеют права никакой патриарха отправлять на покой епископа. А что за этим стоит? За этим стоит управление епископами. То есть патриарх своим решением, он может манипулировать. То есть если мы имеем зависимого от государства патриарха, то мы имеем брешь, уязвимость церкви, понимаете? Патриарх, он вообще не должен обладать полнотой какого-либо права в церкви, там, отправлять на пенсию епископов. Вообще такого не было никогда. Епископы жили до самой смерти. И они были независимы. Что-то там патриарх сказал, что на борт разрешает. А другие епископы сказали, да пошел-ка вон, а мы не разрешаем. Собрались другие епископы и предали его анафеме. Выкинули его вон. И больше нету такого патриарха. Вот так это работает. А что у нас сейчас? У нас сейчас патриарх — это сверхепископ. Это номер один. И он решает, кому на какой кафедре быть, на какой епархии быть, в какой области служить. Он может епископов перемещать из одной области в другую. Может епископа вообще убрать, отправить его в монастырь куда-нибудь, решить его кафедры. Такие епископы есть. Патриарх может 75 лет отправить их все, как на пенсию. Это запрещено также. Никакого основания этому нет. Сам патриарх 75 лет не уходит ни на какую пенсию. Это системные ошибки церкви. И понимаете, от этих системных ошибок молчат епископы. Они все как кролики дрожат перед патриархом. Они боятся что-либо сказать. Они боятся вести свою церковную деятельность, которую обязаны вести. И все как один, послушно все это исполняют. Эта книга есть. Основа социальной концепции. Совершенно разврат полный. Это не должно быть никакого. Это антицерковное. Они ее выдают как за церковную книгу. Собрались епископы в 2000 году, написали какой-то балаган, просто какой-то сборник, басин. И выдали это за церковное учение. И теперь всем это тыкают этим барахлом. Социальная основа концепции, значит, учение вот этого, да, социальная концепция церкви русской православной, это Филькина грамота, которую надо выкинуть. Это не имеет никакого основания в каноническом учении церкви эта бумага. И все, кто приняли участие в создании этой бумажки, они все должны быть запрещены, потому что они являются нарушителями канонов церкви. Канон святого Василия Великого. Прочитайте. Девятое правило, по-моему. Двадцать первое правило или двадцать седьмое. Которое запрещает вообще всякие разводы. О каких разводах может идти речь? Они что там навыдумывали? Разводиться можно якобы по основаниям того, что там мужчина в тюрьму попал. Что за бред? Брак нерасторжим. Все понимаете, вот какие ошибки. Епископы молчат. Священников тоже поставили в такое же положение, что они там ничего не значат. Это просто как такие, знаете, как аниматоры, да, они играют вот с народом, там ходят, что-то потешаются. О священстве. Иван Златоустон, какие у него есть слова о священстве, кто такой священник? Это человек, который может вязать и решать грехи. Это высшее лицо вообще в церкви с епископом наравне. Они их сделали из священников каких-то марионеток театральных, которые заняты какой-то ерундой, ходят, они там по всяким выставкам, больницам каким-то ходят, тюрьмам там, они делают виды показушных каких-то выступлений, театращины. Короче, это все полная чушь. Священники не занимаются с людьми, не говорят о грехах, не занимаются народом, понимаете? Вот это все бегятинно у нас происходит. Из-за этого все мы искалечены. Они нам не объясняют, какими мы должны быть, потому что они сами лишены этого учения. И это происходит вот на системе, понимаете, на высшей системе. И в этом смысле действительно религия управляема государством. Они думаете, вот идут освещать эти ракеты ядерные или какие-то еще ракеты идут, оружие освещать. Вдумайтесь просто. Священник, христианин идет освещать оружие, которое будет разрывать плоть на части. До такого маразма можно додуматься. А что может священник сделать? Вы задавали вопрос, может ли он отказаться от этого удовольствия, пойти освещать? Или благословлять солдат на то, чтобы они бежали друг друга убивать? Если он откажется, его сразу же в запрет отправят. Поэтому нет этих прецедентов. Никто не отказывается. А все потому, что все нарушено. Епископ не имеет права запрещать священника в основании того, что он отказался освещать оружие. Не имеет он этого права. Так же, как и патриарх не имеет права убирать епископа со своей должности в любое время, когда ему заблагорассудится. То есть вот эти все цепочки, которые связаны с положением духовенства в церкви, они все разрушены. И выстроена диктаторская, узурпаторская система в нашей церкви. Соборность, вот то единение, когда много епископов собирало и принимало решение соборное, сообща, то есть массовое, оно нарушено. Его нет. Есть только воля патриарха. Захотел он с Папой Римский встретиться и встретился с ним. И никто вообще ему плохо не сказал. Из епископов. Все поглотили. Он хоть перед кем-то отчитался бы. Он бы спросил хоть что, почему я туда поеду. Нет. Вот, поэтому это очевидно, что это так. Но из-за этого не следует тот вывод, что религия это опиум до народа и это фигня полная. Субтитры создавал DimaTorzok